Продюсер и концертный директор Сергей Лавров в разговоре с Ньюсру назвал шамана специфичным артистом, песни которого не очень подходят для корпоративов. Шаман довольно специфичный, он востребован на официальных мероприятиях, на государственных праздниках, на День города, День шахтера, День учителя и так далее и тому подобное. Это не корпоративный артист, в ресторанах нужен тот, под кого народ бы пел и танцевал. Под шамана много не напляшешь, пояснил Лавров. Несколько дней назад стал известен райдер певца-шамана. При подписании контракта о проведении концерта шаман ставит условие, согласно которому с момента прибытия и до вылета из того или иного города при нем должны постоянно находиться два охранника. Согласно информации СМИ, в гримерке певца не бывает алкогольных напитков. Артист предпочитает утолять жажду обыкновенной водой или чаем, а также перекусывает фруктами и брускетами. За полтора часа выступления шаман получает 12 миллионов рублей. Однако в зависимости от ситуации стоимость концерта может измениться, уточнил источник.